Если ты не знаешь, как поступить, поступай в соответствии с законами твоего рода. Привет, меня зовут Даша, и сегодня я традиционно обозреваю прочитанное за месяц май. И начну я с самой худшей книги. Эта книга могла бы войти в самую худшую книгу года, не только месяца. Это Михаил Позоримупазин. Неофициальная жизнь романовых «Царский декамерон». Название меня уже пугает. Испугала меня также уже и самая первая страничка. Такой детский шрифт, крупный. Уже в первом абзаце можно увидеть такие слова. «Интимная жизнь», «Прелюбодействовали», «Бастарды» и прочее. Знаешь, есть такая детская Библия. Упрощённый вариант. А вот эта книжонка, у меня язык не поворачивается, назвать её книгой. Она вот именно как будто детская книга, для взрослых только. Ощущение, что автор просто прочёл учебник и то, что понял, об этом написал книгу. Так что это можно назвать этакой детской книжонкой романовых для взрослых. И не факт, что удостоверная. Книжонку мне сразу захотелось сжечь. Но тут я вспомнила изучение Гёте. Там, где жгут книги, рано или поздно сожгут людей. И он был, кстати, прав. Если ты знаешь историю, то в начале правления Гитлера жгли книги, неугодные, вышеупомянутые. Поэтому я всё-таки решила дочитать и поделиться своим впечатлением с тобой. И сделать тебе предостережение никогда её в жизни не брать и не читать. К тому же мне стало любопытно, что за фантазией позволил себе автор. Да, с фантазией у него неплохо. Признаться честно, такого бреда, я сейчас уже со своей колокольной, я давно и давненько не слышала, как это вообще издали. Автор судит о происходящем времени и временах с точки позиции человека второго тысячелетия, что я считаю в отношении исторических книг недопустимым. Ты знаешь, я не ошиблась в своём первом впечатлении, которое я вам тебе только что поведала. Всё казалось так, как я и ожидала. Более того, вот я говорила, что у меня ощущение детской книги, шрифт, манера, написание, всё такое. Судя по излишним эмоциональным восклицаниям, то осуждающего, такая неромантического характера. А также, судя по невоздержанности речи, я ещё процитировала в будущем, автор ещё не достиг пубертатного периода психологически. В общем, у меня такое впечатление, что автор решил просто написать о фаворитах царствующих особ. Всё то же самое, что уже известно историкам, но только под соусом скандала выступил в этой роли желтухи. Несмотря на название книги, которую нам обещают поведать, именно о Романовых, автор заодно подделился информацией об европейских монархах того времени. Чем больше я читала, тем больше у меня складывалось ощущение, что автор испытывает в своей жизни недостаток в определённых аспектах своей жизни. Мне просто больше нет слов. Осталось только зачитать то, что он позволил себе написать в своей книжке. Это точно цитаты. И некоторые из них не сказать, чтобы цензурные, но это точно цитаты. Первое. «Со своими любовницами Пётр I обращался грубо, часто бросал их, а иногда и казнил бывших пассий. Страшный был человек». То есть единственная его заслуга, единственная причина, почему его можно считать страшным человеком, это вот то, что он грубо обращался со своими любовницами. Второе. «Став императрицей, Екатерина I спелась и умерла». А на что, бомж-алкоголичка подъездная, чтобы в подобной категоричной форме о ней так отзываться? «Анна Леопольдовна любила загорать, в чём мать родила у всех на виду, за что, в числе прочего, её и скинули с престола». Да, такое ощущение, что это была основная причина. «А он был лох». Это про Алексея Михайловича. Следующее. Про него же. «Лох он и есть лох». Буквально в следующем обзоре уже. «Матовая кожа». При описании первой жены Фёдора Алексеевича. Кожа может быть бархатная, атласная, белоснежная. Это в конце концов красный капомидор. Но матовая. Это что, реклама пудры? А вот это меня задело заживое. «Насква лживого романа» Алексея Толстого «Пётр I». При этом он поддерживался совершенно той же информацией, которую писал сам Толстой в книге. То есть он и себя лжецом считает. То есть он и себя лжецом считает. И, кстати, как можно считать лживой художественное произведение? Да. Некоторые моменты там можно назвать спорными. Но так категорично отзываться. Кто ему позволил? Да кто он такой? С радостью вручит власть по тоскухе Екатерине I. Это он о монарше особе так отзывается? Я прошу прощения. Я монархистка. Мне кажется, что бы себя не представляла бы монаршая особа, она неприкосноверенна. Это закон. Все мы люди, они тоже люди. Все мы грешны, кто без греха. Но подобным образом отзываться о монарше особе. Тем более о покойной монарше особе. А как говорят, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Вообще, либо хорошо, либо ничего. Это меня вообще убило просто. Следующая. Полковая шлюха Марта Скавронская. Ну да, она не была чистой и невинной девушкой. Но опять же. Это он так о будущей императрице говорит. Безродная потаскуха Екатерина. Ну, свои претензии уже. К умению владеть словом автора я уже говорила. Не буду повторяться. Меня особенно уничтожило. Автор обвиняет Петра Первого в нестандартной, скажем так, связи с его любимцем Александром Менщиковым. Я уже не знаю, слушай. Это... Это не книга. Это насмешка. И последнее. Меня просто убивает словесность автора. его... Как это? Словарный запас. Папашка. Каково? Всё. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Пока мне не стало плохо... Я тут застатик подготовила. Тебя просто не видно. Перейду лучше к следующей книге. Я всё татать эти не могу. Вторая книга, которую я прочитала в прошедшем месяце, это... Стивенькин. 22-11-63. Сюжет. Я тебя сразу интригую. Помнишь убийство Кеннеди? Да, разумеется, помнишь. Главный герой не без помощи своего знакомого обнаруживает дыру, которая ведёт в прошлое. Он туда отправляется с миссией спасти Кеннеди. Ну, а в дальнейшем ты прочтёшь самостоятельно. Что я хочу сказать. А ещё говорят, русские долго запрягают, но быстро едут. Они стивенькингами читали, ну, пока не имели упомянутую книгу. Я чуть было не бросила эту книгу, не дочитав до толкой степени, мне показалось занудное начало. Вот я еле-еле... Я уж было собралась переходить к следующей книге. И тут случилось упоминание... Первое упоминание прохода в прошлое. А дальше тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Поскакали, поскакали. Начиная с того момента, когда начинается описание путешествия в прошлое нашего главного героя, уже гораздо интереснее и увлекательнее. Поэтому, если ты являешься поклонником творчества Стивена Кинга, то почему бы и нет? Почитай, только предупреждай. Если ты русофоб, даже не бери. Третья книга была такая. «100 великих музеев мира». Я люблю эту книгу. Я люблю тебя. Я обожаю музеи. Я люблю историю. Меня хлебом не корми. Дай только по музеям приходить. Приезжая в какой-либо город, я в первую очередь иду в музей. Что я хочу сказать. Здесь совершенно шикарная иллюстрация. Музеи поделены на художественные, естественно-научные, музеи техники и вооружения. И последнее. Необычные музеи. Полна шикарными иллюстрациями и неплохими, достаточно неплохими описаниями музеев. Так что я готова признать, что данная книга данного состоителя, а это Михаил Кубеев, является самой удачной из подок. Открыв страничку с описанием какого-либо из музеев, мы сразу видим, в какой стране он расположен, в каком городе. Портрет основателя музея, иллюстрации, экспозиции, залов и прочее. Радует, что в книге очень-очень много именно русских музеев. Я бы даже сказала, что их количество превалило. Очень-очень много о занятном, любопытном рассказывается об основателях музеев. Особенно меня впечатлил рассказ об... Сейчас посмотрю имя. Пол Гетти всю жизнь он считал, что является реенкранаевцей, римского императора, имя которого... Сейчас посмотрю, подожди. Адриан Троян. Более того, разбогатев, он даже создал имение в точности, повторяющее то, которое было в Риме у... Ой, то есть не в Риме. Короче, которое было у того императора. Книга, я стала чрезвычайно довольна. Она просто великолепна. Я ее рекомендую тебе, если ты такая же... Если ты тоже любишь музеи, историю, все такое историческое. Она такая классная. Как плохо сказать о книге, так целую кучу награжу, скажу. А как хорошее... Не сказать не знаю что. Невский архив. Дамы и господа. Десятый выпуск. Дело в том, что каждые два года, я не ошибаюсь, каждые два года... Да, начиная с 1990 года, данное чудесное, великолепнейшее, превосходное, неописуемое, потрясающее, ошеломляющее произведение выходит и рассказывает о Санкт-Петербурге. Со всеми сносками, ссылками на фронты, на описи, на архивы. В общем, на источнике, где вся эта информация добыта. Вот обложка, она как бы на визуально сделана из золотой фольги. Очень красивый, очень красивый шрифт. К чему я все это веду? Ведь я всегда говорила, не судите книгу по обложке. В данном случае можно судить книгу по обложке, потому что содержание еще прекраснее, чем сама книга. Начинается она, собственно, с описания своей родословной. Как ты знаешь, я увлекаюсь этим делом. Леонида Германовича Питкене. Он рассказывает и описывает свою родословную так, как я хотела бы, чтобы все люди описывали эту родословную. В том числе и я. Мне это более скучно получается, чем у него. То есть он не просто перечисляет имена, какие-то факты, даты жизни, детей, описания семьи. Это что-то большее, это как рассказ. Например, вот как это все начинается. Эти воспоминания составлены по записи с 1968 по 1971 год по личным воспоминаниям моим. Мои мамы Екатерины Макаровны Питкенен, мой родской, даты жизни, родной сестры, такой-то, такой-то, даты жизни, родственников, такой-то, такой-то, даты жизни, тетя лица, отца, такой-то, такой-то, даты жизни. И так далее перечисляются люди. И начинается, допустим, глава Емельяновка. Первые слова. Мой дедушка Константин Абрамович Питкенен родился в 1758 году в деревне Емельяновки, которая с доперутовских времен стояла на правом берегу Емельяновки, вытекавшей из Екатерины Говки и впадавшей на краю деревни Финский залив. Это была обычная финская деревушка. Дальше пошло описание населенного пункта. и его история. Потом пошло уже личное. Наш дом номер 14 с трех сторон по первому этажу был окружен, пошло описание дома, двора, какие-то события, которые происходили с домом, пожарным, например. И пошла история уже собственного рода. Отец сразу после жениньбы. Далее, допустим, глава. Мои родные. Мой дедушка Константин Абрамович в детстве получил некоторое образование, позднее дополненное самообразованием и совершенствованием на работе. И пошло-поехало. То есть все вот так вот в виде рассказа. Также здесь содержится информация об известных скульпторах, художниках и писателях Санкт-Петербург. Описание их истории, истории их творчества, наверное, так можно сказать. Хотя говорят им лично произносить слово творчество. А, ну это когда человек говорит о своем творчестве, а когда другой человек можно. Далее есть такая графа, как, такой раздел, как из истории петербургских зданий. Ну и по названию понятно, да? Ну, например, вот в этом издании есть история особняка Гурьевых-Нарышкиных, дом Мусина-Пушкина и прочих. Здесь также имеется, что мне особо приятно, содержание прочих выпусков. То есть можно выбрать. Ну, конечно же, я бы хотела собрать полное собрание этих таких вот потрясающих, просто волшебных изданий. И это была последняя книга из прочитанных мной кое-общее количество. Четыре. Не болей, ведь наступает лето. Веселых тебе трех месяцев! Все, пока!